Аплодисменты С нами сегодня Евгений Быков Песни, которые сегодня прозвучат Самые разные И начнем мы с песни Будут и новые песни, будут практически и премьеры песен Будут звучать песни вот такого плана, который написан довольно давно Но до сих пор живут в памяти автора Дай им Бог здоровья Субтитры создавал DimaTorzok Старый дом, где вместо кресел подоконник Приедем у телевизора окна Полночь за полноча я сижу спокойно Наблюдаю, как меняется луна Только что было сербом уже без молота А теперь как неразмененный беда Только что мы были счастливы и молоды А теперь уже, теперь уже не так Отсюда по земле нас сюда нас возвращали Отсюда мы уехали, приехали сюда А ехали с орехами, скакали, скакали с молочами Бутых и в ямку канули и годы и года Бутых и в ямку канули и годы и года За окном видят кадры старых родников Наши лица проплывают стороной Все вместе, все орлята, все соколики И векры нам приметают дождь грибной Каждый вечер, каждый лучик, каждый стоящий Зубы мелкие, но острые уже Далеко еще, ах, как же далеко еще Под оконник на четвертом этаже Отсюда мы уехали, сюда нас разобращали Отсюда мы уехали, приехали сюда А ехали с орехами, скакали с молочами Бутых и в ямку канули и годы и года Бутых и в ямку канули и годы и года На стене другой рукой та же формула Имена другие равенства одно Что-то помнится из фильма «Бело-черного» Что-то доброе, но прямо как в кино Словно годы пролетели, будто дни были Где-то рядом, просто выше этажом Жаль, что сказка, как была, осталась небылью Да и где она, дорожка в этот дом Ночь-по-ночь в окнах звезды секретные Соколятом и оглядом не даст она Лез в эту голову вопрос безответные Расправила душу чертова луна Загорела голова, пустая звонница За окошком дождь не старой мороси То ли где-то тихо канули, бессонница То ли мы незаведенные часы Отсюда возили нас, сюда нас родственные шеи Отсюда мы уехали, приехали сюда А ехали с орехами, скатались полочами Бутых и в ямку канули и годы и года Бутых и в ямку канули и годы и года Я думаю, что песня о снеге будет как нельзя к месту Первая ласточка прилетела Не зашел с небес на город снегопад Разукрасил белый цвет весь белый свет И синоптики отчаянно твердят Что такого не бывало много лет Преудихли даже злые языки Что в снежинке это мерзлая вода Даже дворники ловят свои штыки Отогнули нынче раз и навсегда Белая снежная мышь Что же ты ночью не спишь И за окошком шуршив Хвостиком следы заметаешь Утром с последней звездой Выйду я в город седой Прыгнешь ко мне на воду Расстаешь Прыгнешь ко мне на воду Расстаешь Говорят, у белизны короткий век Что опять все почернеет голова Но пока идет на город белый сыне И синоптики растерянные спят Белая снежная мышь Что же ты ночью не спишь И за окошком шуршив Хвостиком следы заметаешь Утром с последней звездой Выйду я в город седой Прыгнешь ко мне на воду Расстаешь И за окошком шуршив И за окошком шуршив И за окошком шуршив В зеленый дом ехали И на обочине На такой уже слегка пробившейся травке Еще не пришедшей в себя Лежал и спал человек Большой человек Красивый в своем величии И вы знаете Вот сказать, что он валялся Да, вот как пьянь Язык не поворачивался Человек лежал Он лежал очень в куст Хотелось подойти и лечь рядом Вот какая-то такая, знаете Неосознанная Свобода То есть потеря сознания И пришла она, свобода И даже так вот поразило У меня какие-то даже строчки стали складываться Где-то на выезде из Архангельска Сразу перед зеленым долом Перед зеленым бором Спит мужик Внешности явно не ангельской Спит на земле, а не под забором С ногтями черными Руки натруженные Сумочку-думочку обнимают Храбит так, что храбом разбуженные Собаки окрестны Даже не лают После этого сильного образа Нелающих собак Дело остановилось Все это благополучно забылось Потом благополучно Испортно перешло в корку После какого-то времени И появилась такая песня Название, которое даже не пришлось придумывать Ибо кадриль Она и в Африке кадриль Тарабы, петоносцы Ветер шеи Дядя сезоносы На земле лежит Теплый ветер с юга Танет, как гроза Беют по кругу-кругу Красные глаза Глянет влево Пау, толпучки смотрел Поглядев направо Тоже беспредел И пока не поздно В небе созрачок А в бане Звезды, звезды, два рубля А в бане Спутник Мол не один Сам себе попутчик Сам себе один А как душа хотела Спутником парить Да не готова тела Тело душу отпустить Не печалься, дядька Дрэзди до утра Ведь поутру глядь Хуже, чем вчера Да не плынет дорога Да не дрожат листы Подожди Немногим воводом Да птюши ты В тарабе степлю гнуты Ветер шелевит Спутник шелевит По небу влетит А внизу вольвотно Мухой на стекле Батюшка народ, народ На мошке земле А внизу вольвотно По мухой на стекле Батюшка народ, народ На мошке земле Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Песня рассказывает о тяжелой судьбе О тяжелом моменте в жизни человека Точнее, мужчины Он находится на рубеже какого-то душевного слома Ты не слышишь гениальную фразу Ксюши Собчак Сейчас в моде духовка Духловный поперл на духе Да? В оригинале так сейчас тренд на духовку Тренд на духовку Ну я дотянул сюда слово тренд С трудом вспомнил слово модель Так что сейчас духовку даем Вот человек тоже он со своей духовкой, понимаете, остался где-то Между шестым и между седьмым и девятым марта И из себя он вышел, а тому еще не попал С внутренней слезой всегда исполняется эта песня С моей и Сергея Николаевича тоже А еще на улице темно Ни души, ни звука, ни огня А еще дарит мое окно В комнате, в которой нет меня А еще встаю, как в ночи Никому со мною рядом нет А еще я вырву ключи Не найду в поднимок, подайте свет А свет световик, световик, а хоть куда Слышь, световик, кальчи в кармане, да не те А те скользнули из кармана водопеда Не найди их и сорат их в темноте А еще уж скоро рассветет Дорог он будет, не прокричи А еще побыли вверх народ И затучат все мои ключи А свет световик, световик, а хоть куда Слышь, световик, кальчи в кармане, да не те А те скользнули из кармана водопеда Не найди их и собрать их в темноте А пока встаю, как в ночи А пока горит мое окно А еще я вырву ключи А свет световик, световик, а хоть куда Слышь, свинять ключи в кармане, да не те А те скользнулись и сорат их в темноте Не найди их и собрать их в темноте Не найди их и собрать их в темноте Песня «Шлягер» 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 Почти, как свечки, согреваемся в стулу, а сукнем в воде. И вокруг вытешат вас на много человечки, И все меньше и меньше нормальных людей. Потяжки зато, словно устаня, Сам себе, Бог, сам себе, Бог, В душу залез, на пётный лес, В лесу дупло, в дупле тепло. В душу залез, на пётный лес, В лесу дупло, в дупле тепло. А в страну дураков дураки не вернутся, И без наш тибетий туда-нисюда. И вдыхал от вас, и кудрей, по ветру бьюзор, И осталось в войне победить, как всегда. Это потяжки зато, словно устаня, Сам себе, Бог, сам себе, Бог, В душу залез, на пётный лес, В лесу дупло, в дупле тепло. А в дупле тепло. Аплодисменты. Пятая песня написана совсем недавно. Называется «Дорожная». Когда я ее показал, Евгений Николаевич так проследил лицом и сказал, «Настоящая кс-пешная песня». Давно я не писал кс-пешную песню. Тоже что-то озарилась, знаете, вспомнилась. Равновесие не держит наш лоб, Словно паяльница шатается в ночи. Только слышен опустевший тары звон, А в кармане тихо звякают ключи. Чуть поменьше, но вот ящичка с письмом, Чуть побольше от французского замка. Позади остался незакрытый дом, А впереди незавершенная строка. Сядут мая, развеянутся, Седут мая, назад вернутся. Угасается окошечный пейзак, С ним сливается купейный синий свет. Это что же это такое, что за благо, Чтобы строчки уместилось сколько лет? Ветх, когда властались, трудно и не внув, И слова надеются, трудно и безвия, Вдруг на этой строчке и замкнется круг Этой жизни предпоследней для меня. Вся твоя развея Разве трубу с реками Может вернуть Отбивает время ложечки стакан И колески квадратные стучат Но изгибает русло поезд на реках Поворачивает пьяница назад Снова в поле разогнованным леском Снова дым от сигарета потолка Где-то в день впереди закрытый дом А где-то сзади был забытая строка Вся твоя развея Разве трубу с реками А где-то в день впереди закрытый дом А где-то в день впереди закрытый дом А где-то сзади был забытая строка Вся твоя развея Разве трубу с реками Я не вернусь Я не вернусь АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что-нибудь из «Бусарского цикла». Впервые услышал его в Афганистане в 1982 году, еще не знаю, что автор будет. Классно, спасибо за память. «Бусарский цикл», «Бусарский цикл». Знаете, вот все больше и больше склоняюсь к мысли, что надо как-нибудь продумать и придумать концерт песни, которые написаны, я не знаю, там, 70-е годы, 80-е, потому что так сходу, ну я как-то, я думал над этим, поверьте, не раз. Очень сложно петь песни старые и очень давно написаны, потому что с каждой же песней связано что-то, либо история, либо состояние души, тела, это, чего угодно. И сначала надо уйти памятью назад туда, в это время, в эту историю, в эту жизнь. А это очень опасная штука, может оказаться, что там лучше, чем здесь, и не захочешь возвращаться. Поэтому мне сложно петь вот так сходу песни написанные. Хотя бы даже такие вот дурные и смешные, как «Бусарский цикл». Вот, ну. Ну, мы же не последний раз встречаемся, да? Хочется верить в это. К следующему разу я вспомню «Бусарскую песню». Но то, что услышали в Афганистане, это здорово. Пожалуйста, ваша песня о современном российском ТВ. А-а-а, это, это... Аромат настоящего. Ну-ну-ну-ну-ну, на место, в «Миллениум». Про звезд, да? Да-да-да. Ну, если найдется местечко, скажем так, в программе с Евгением Николаевичем, которое мы задумали на сегодня пытать Ростову, с удовольствием. Леонид, как вы считаете, сможет ли сегодня наша мужская сборная из Курга стать женскими, застрелить соперников или зацепиться за медалью в эстафете? Если все, если да, то спойте что-нибудь, веселенькое, типа каравана. Если они примут караван, то их обычно не зацепиться ни за что, только за свои лыжи, зацепили за снег и упали. Или вы как вы еще раз пулемете. Знаете, по этому поводу я понял глубинный смысл великих людей, которые составляют нашу олимпийскую сборную. Они решили сэкономить деньги для бюджета для страны. Понимаете, 100 тысяч евро за золотую медаль. Они сказали, не надо нам золотую медаль. Серебряных, ну пару бронзов дайте, все, чтобы нам похмелиться можно было. Нормально. До дома доехали. А так, не надо пустить эти деньги на благотворительность, на школы, больницы, промышленность бы не видеть. Зачем же так тратиться вообще? Я понял глубинный мысль. Я уважаю этих людей. Я бы на месте гортлониста все время... Вообще бы нас так не вышли, тетки. Классить, тетки, а никакой урон бюджету нанесли. Вообще, золотых медалистов я не пускал. Хоккеист, молодцы. Даже на бронзу не пошел. Хотя я прекрасно понимаю, когда в 15.05 я встал в великой служебной надобности. Я встал, нормально. И включил все-таки, увидел седьмую шайбу в наши ворота, и увидел канадца. Знаете, я думаю, что если бы даже бульдозер стоял в наших воротах, крепко впаянный в лед, они бы уголыми руками на куски порвали. Потому что у них не было вообще уже даже сантиметра назад, когда два года назад они продули у себя в Канаде, да, день рождения своего хоккея, если бы и сейчас они в четверг, они бы убили любого. А вот поставь всю армию в Таиланде. Просто клюшками замолотили бы просто в меси. Поэтому нашим надо было спокойно уйти и сказать, ребята, вот ворота ворушают, пожалуйста. А мы пойдем по пивку, и опять же сэкономим для страны массу денег. Так что брал свои пять копеек тяжелых стрим. Что касаемо хоккея. Два года назад, да, два года был чекан от мира, финал. Мы как раз были в этот момент, вот в день финала как раз, мы были в Калгаре. Финал проходил в Монреале, это там 100 с чем-то километров от того места, где мы находились. Мы в это время сидели в доме наших иммигрантов канадских, они выходцы из России. И вот у нас были другие какие-то забавы, в общем, хоккей мы не смотрели. И вдруг забегает девочка, ребенок там лет семейный в этом, и с криком говорит, мама наша у наших выиграли. У меня лиха, у нас так, что наши выиграли. Все выиграли. Я высокий выиграл. Ну я вот тем вот знанием живу, а нынешние Олимпиады так. Вот, нынешние, ну что, Олимпиады приходят и уходят, но скоро придет Олимпиада следующая, которая придет и не уйдет, потому что Олимпиада в Сочи, я, я сказать, с ужасом, я с удивлением. Потому что я примерно понимаю, что будет. О, что будет. И вот сейчас уже все мысли, да, все устремления, все побуждения, и говорят, а давайте писать песни о Сочи. А вот уже есть. Уже есть песня о Сочи. Да, мы живем не очень, а очень и не надо. Картошка есть на грядке, порываясь в пруду, но главное, что в Сочи стали царем Олимпиады, и всем нам будет счастье в четырестом году. Да, стала жизнь короче, зато для дней ограда, и в списке самых-самых мы после как манду, но главное, что в Сочи стали царем Олимпиады, и всем нам будет счастье в четырестом году. На это, между прочим, нам дали биллиарды, и правда через годик тихоньку крадут, но... Менять надо строчку-то. Все уже. Здесь написано было, но главное, что там не выкрадите, но Сочи стали царем Олимпиады, и всем нам будет счастье в четырестом году. Еще скажу вам точно, что наши все награды Китай, американцев их просто не прадут, ведь это наше счастье в столице Олимпиады, и всем нам будет счастье в четырестом году. Пусть все не пророчат нам новые преграды, победы, повышения и прочих войн, и думы, и уже все ведь в Сочи в столице Олимпиады, и всем нам будет счастье в четырестом году. Еще скажу вам, я буду тут до ночи орать вам сиренады, но вас не буду лучить, а тихенько пойду, но наврощаю его. Понимаете, вот, чтобы ноу-сфера услышала, такой внешпосудный нафиг должен сейчас быть, вот все как один, давайте наши энергии соединим, чтобы бах туда, оттуда бах, в четырестом году и все, поэтому надо, Сочи, столица Олимпиады. Давайте. Три-четыре. Сочи, старый. Не, вы не хотите, чтобы это состоялось, алимпиаду наше, бы она потрясла, мир на основании, а затем, да, этот самый мир, да, как вы дали по тексту. Не хотите, да? Давайте еще, ну, три-четыре. Сочи, столица Олимпиады. Вот, что и всем нам будет счастье, четырестом голубых. Волос, и всем нам будет Сочи, четырестом голубых. Где, где, где? Где, где? А сейчас, где? Да, мы только... Шапки собрали. Только шапки, Мономаха, она килограмм сорок весит, одна ручка. А что, на смерть забрали? Я же вспомнил как-то анекдот вот на злобу дня. Приходят строители, значит, олимпийских объектов к мудрому Гутвину. Говорят, мудрый Гутвин, дай нам смелости. Говорят, ну, может, вам скорости дать? Говорят, нет, скорость нам Путин даст. Ты смелости дай. Где тот Гутвин? Кто его видел? Ну, ладно. Следующая песня тоже посвящена с тяжелым международным отношением. Вот. Как-то тоже, знаете, повелось глазами однажды вокруг и увиделось полную японизацию нашей страны. У меня мечта была, когда же Советский Союз был, зайти в какой-нибудь суши-бар, сказать, мне шестую часть суши, чтобы не принесли карту Советского Союза. оригинальный тогда. Ну, не знаю, поскольку я все-таки интернационалист в душе, не совсем подозревающий об этом, я написал японскую песню. Во всяком случае, слова там японские. Это я отвечаю за это. Вы их знаете. Тоже отвечаю за это. То есть все мы японисты. Японавцы, беды. В этой песне, да, воплотилась главная моя мечта данная. Герой, поющий эту песню, сходит с умом. В любую страну я солнца восходящего, она пришла в мой дом и не ушла. Ведь если что есть в жизни настоящего, так и все японские дела. Родному автопрому пили колл-адин и сервы, мол, где-то вдалеке. А мы хлебаем ложками не солома, но палочками луком по цаке. Хамачи-мачи-мачи-мачи-мачь-магура, Талки-сантё и Кура, и Котако, и Дайкон. Дайкон — это японская речка, которая нашим хреновым послаще будет помочь. Участок в суши окружен водичкой льет. Дискуссия, конечно, миновата, но я скажу, он подипломатичнее. Есть в мире и другие острова. Хоккайда, 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 Кисюхан-сюх и Хоноси-хокку, Акина, Води, Тикайи, Яка, Сырка, Названье. Люблю в троту я солнца восходящего, Ведь без нее провал я совсем. А с нею я живу по-настоящему, Смотрю и ежу, слушаю и ем. Хи-да-чи-так. Шива-шива-шива. Дайон. Ох, гони аннои. Хамачи-мач, мач, мач могура. Дети, сантем, и кура. Лиго-такой, идо-сокай де-хун. Ай да, не щукольшу, я пgem機. Акина, Води, Тикайи. 唄, пама, па, 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 туса. Занаве, грала-грали! Продолжение следует... 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 Вот. Их просто нет. 20 лет под мухой. Ну, не в этом смысле, а в том, хотя, конечно, и в этом тоже немножечко, ну, первые песни на диске «Муха», а все под ней написали специально песню «Муха возвращается». И в свое время, ну, как в свое время, я написал песню, в которой одна строчка вызывала у людей, не знающих законный вопрос. Начинал со второй куплет так, а кому-то синица, что согрета в ладони, а кому-то сестрица в старом магнитофоне. То есть люди не могли как-то так зрительно засунуть сестру в магнитофон, вот, какая должна быть сестра и какой должен быть магнитофон. А все просто, потому что одна из любимых моих песен у Вадика, песня на стихе Арсения Тарковского «Сестрица». Не знаю, просто умирай по этой песне, все время прошу ее спеть. Вот, тоже написалась песня про птицу, и там оказалась эта сестрица. Песня на стихе Арсения Тарковского «Сестрица» 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 Венциносная птица Неземная царица Утек ночи освещает Венциносная птица Пером не роняет Венциносная птица Пером не роняет Аплодисменты Я тоже пришла в репертуар на долг Потому что выстроена была душой и телом Несколько лет назад Ну что, тогда тоже были вирусы Тогда тоже терзали они плоть человеческую Вы понимаете, и меня вот терзали этот вирус. Неделю просыпался от собственного кашля, причем так удачно просыпался в 4 часа утра. То есть вот сейчас бы я хотел бы просмотрелся просто в двух и еще в воду. А тогда родные и близкие плохо понимали, что человек мучается. Они включали на меня с аспарасоном, они выгоняли меня вообще в холодное осенье. Так случилось, что в ту ночь 4 часа я закашлялся, меня пинули зверски, значит, в спальне. Я обиженно попил воды, вышел на балкон, тогда я еще курил. Вчера было ровно два года, как я бежал от этой пагубной привычки. Это тогда клопали те, которые тем самым хотели сказать, пора на перекур. Ну вот, тогда я еще курил, все, закурил, небо такое темное было, свинцовое небо, и в правом верхнем углу одна звезда. Я посмотрел на нее, покашлял еще так для приличия. Зашел в комнату, зажег свет, взял лист бумаги и написал просто без единой помарки. То есть какой-то поток пошел, вдохновение, как мне казалось, написал вот этот текст, текст этой песни. Потом исполнил на концерте, мелодийка приляпалась. Приходит записка, которую положила, ну, я не знаю, в большой переписке, может быть, когда-нибудь издамы отдельные томами. Записка была такая, что «Меркурий находится так близко к Солнцу, что с Земли его не видно». Первая фраза, которая сразу меня убила. Типа, при чем здесь Меркурий, я здесь при чем? Ну, мне жаль, Меркурия, который, значит, стоит и потеет около Солнца. Мне жаль. Дальше записка была. Но раз в 30 лет Меркурий отходит от Солнца. Я представил себе, типа, да пошла ты. Охлаждаться в космосе. И его можно с Земли наблюдать 2-3 дня примерно в том месте, которое вы описываете. Какая-то неясная гордость за себя, за то, что в нужный момент, в нужном месте, в нужной каше мы и Меркурий, и мы понимаем друг друга. Вот поднимите руку, кто видел Меркурий? Ну, мало кто знает, что это был Меркурий, да. Ну, чтобы Меркурий знал, что ты убил. Дальше записка продолжается по нарастающей. «Галилео, Галилей и я» пишет автор записки. И сразу мне напомнил один буклет, который про меня написали в свое время, выпустили. Там была такая последовательность. «Леонид Сергеев родился в 1953 году, точка. После чего закончил Казанский государственный университет. То ли это был Мендеркин, то ли автор решил, что эти все годы им не нужны. Так и здесь. «Галилео, Галилеи и, значит, автор записки» очень ждали этого Меркурия. Но им не повезло. А мне автор записки был «Скрежет любовный, слышен голос, слезы слез». Так что он как-то неискренне желал здоровья. Я на следующем концерте рассказываю эту историю, с интересом нам кожидая. Приходит записка. Написано решительной рукой. Написано. «Судя по вашей песне, вы человек с техническим уголованием?» «За что вы так и не думаете?» «Если его факт, Казахстан университет». И как всякий образованный человек пишет злобные автозаписки. Вы должны знать, что самая близкая к Солнцу планета – Венера. Тут я вообще теряюсь, потому что с астрономией я пользуюсь то, что на «вы», я вообще с ней не буду. Венера. Дальше рассказываешь, что на одном концерте. Тут начинается бурная дискуссия по всему миру. Потому что в Америке, Евгений Иванович, сидели, здесь приходит записка. Я не ученый, я студент, я учусь, но я читаю много книг. «Меркурий – самое близкое к Солнцу». Да, это был Меркурий, но что-то было у него венерическое. Это какая-то связация. Видать новое, так сказать, ускорение. Потом «Венера тоже хорошая планета». В Царь им сказал, что «Участник запуска на Венеру, ты как гвоздей с Земли». Кажется, было такое. Пока что подвел итог этой дискуссии человек, подписавшийся явным псевдонимом, врач Ножиков. Хотя в душе скальпелюк не меньше. Патолог Анатомян. Он пишет, что «При сильном надсадном кашле, при бронхите, при катании верхних дыхательных путей, лопаются какие-то сосудики в глазах, и на белом фоне возникают темные пятна, на темном фоне возникают белые пятна». То есть это вот мой Меркурий, понимаете, это «хе-хе». Обидно. Дальше тоже так, что он не искренне желает здоровья, но вот весь, втирая скальпеля штаны, знаете. «Я все-таки верю Галилео Галилееву» и первому автору записки. Мы вот, им не повезло, я видел Меркурий, а всякие, понимаете, эти катары, саудовские аравии, это не про нас. Весь получился вот такой. А когда затихают, наконец, города, умаслившись в ладонях своих площадей, в полусомтной ночи возникает звезда и глядит неотрывно на планету людей, и тогда собираются звуки земли. От шуршания корней до дрожания цветов, от шептания волны на прибрежной мере, до молчания несказанных волны на слог. Собираются звоны разбитых сердец, ой, не болит их моль, стоны сладостных мук, и шипение металла, который гвозенец превращает в булан. Отпустая в один барабан горько, в лете тихих слезы, и последние ах, новогодних шаров, легкий тресл пролетит, и куда-то грозы, да протяжное пение, акидок ветров, столь чарственных рыб, что волнует пруды, и хлопки брусов. Кругосветных ладей собираются звуки, и летят до звезды, что глядит неотрывно на планету людей. В небесах вдалеке наступает рассвет, восходящее солнце сжигает мосты, и уж нету звезды, да и будет только след, угадавший сюда с неземной высоты, и неябно волнуя и для миры. По вселенной пруждают негрот и клубок от весенней листвы до осенней коры, от звучания слов до биения строк. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...